Зайка на байке! Всем привет! Перед вами новый свет. Как думаете, нужно сказать Тони, что мы уже начали снимать? Или еще немного подождем? Сегодня у нас по плану масса всего интересного. Сегодня мы будем кататься на... Это что, озвучка что ли? Так не пойдет. Вот видишь, что бывает, когда не сидишь с нами на монтаже? Ну ладно, ладно, дам тебе возможность дожать эту серию. Ввести в кадр еще одного ведущего. Знакомьтесь, это Илья. И сегодня мы вместе с ним прокатимся на байках по новому свету. Привет, Тань. Что-то слушаю тебя с микрофоном, Литов. А он не промах. И пока Тони поправляет микрофон, расскажу, что в этом выпуске ребята пощупают ногами тропу Голицына. Сморщат подушечки пальцев под водой и лица профессиональных дайверов на берегу. А еще в Тоню влупится чайка, когда та будет просейлиться с Ильей. В общем, сейчас все покажем. Поселок Новый Смет знаменит не только своими прекрасными пляжами, но и еще его визитная карточка – это тропа Голицына с гротом шаляпина. Трехкилометровый маршрут князь Голицын приказал проложить вдоль моря, чтобы Николай II прогуливался и наслаждался видами и красотами. Ну, мы, конечно, не цари и не князи, но прогуливаться нам очень нравится по этому же маршруту. А сейчас мы находимся в гроте Шаляпина. Честно тебе признаюсь, несмотря на то, что живу в Круму уже около двух или трех лет, я историю знаю не сильно. Но пока мы сюда шли, в моей голове созрела гениальная идея. Только... Может быть, мы присоединимся к какой-нибудь экскурсионной группе под шумок? Вот так обычно она и поступает. То к экскурсионной группе под шумок, то к какому-нибудь парню в ресторане и ест из его тарелки. И что с ней вообще не так? Грот Шаляпина – это особенное место. Благодаря своей уникальной акустике звук тут просто чумовой. Говорят, что когда сам Федор Шаляпин пел тут во все свое горло луженое, то от этой силушки неописуемой даже взрывались фужеры у местной публики. Красотища-то какая! Горы и море. Насмотревшись на него, ребятки решили окунуться. Поэтому помчали к дайверам. Дайвинг – это то слово, которое заставляет биться сердца людей, для которых погружение – как образ жизни. Рифы, кораллы, затонувшие корабли, пиратские сундуки и сокровища. Это именно то, что относится к дайверам. И мне уже все это хочется посмотреть, поэтому поскорее пойдем туда. Горем. И только попробуйте потом сказать, что телевизор стал скучным. Мужики, эти кадры отрываю от всего сердца. Ну а эти уже не отрываю. Просто так смотрите. Меня внимательно слушать. Я ваш дайвмастер-гид. От маршрута не отклоняться. Ну не знаю. Главное, чтобы Тони не увидела какую-нибудь блестящую рыбку. Потому что тогда все пропало. Окей, мы готовы идти на дно морское. Ой, знали бы вы, что они уже давным-давно на дне. Тоня, он как твой бывший. Почему все хотят тебя утопить? Не знаешь? Специально для вас, дорогие зрители, мы решили оставить на дне сундук с одним миллионом рублей. Да-да, лимонище. Чувствуете, чем запахло? Да, так пахнет вранье. Накупавшись, наплескавшись, распугав вокруг русалок, Илья и Тони решили, что байки слишком долго были без участия в кадре. Поэтому ребята решили стряхнуть с себя снаряжение, водоросли, морскую соль и побежать, чтобы снова погонять. Парашютный спорт берет свое начало еще в 60-х годах прошлого века и пользуется популярностью до сих пор. На высоту, которую поднимается парашют, видно все пляжи Черного моря. Зрелище просто супер. Даже не представляю, откуда у Тони столько храбрости, чтобы согласиться на парасейлинг. Снова грибным супом завтракала, что ли? Сейчас буду лететь просто над облаками, над облаками в облаках. Первый раз полетишь? Тебе страшно? Скажи честно. Вообще капец. Ну что, отправляем ребят. Надеюсь, не в последний. Как говорится, будь. Держи правой рукой. Можете держаться правую руку. Да, только не уроните. А теперь ешьте, быстро режьте тросы. У нас есть такая возможность. Потрясающие виды, все как на ладони и такая свобода. Просто кайф. Правда, уже тошнит начинать. Прямо. Да, уж тошнит. Не опускайте нашу воду. Ну, наконец-то. На два посадимся. Ну, да. Сегодня я была просто на высоте. В буквальном смысле этого слова. Не важно, что меня тошнит до сих пор. Ну, вот видишь, сидела дома целый день отокрас и на парашюте полетала. Парашюты, это, конечно, классно, но байки все-таки лучше. Пойдем к ним. И сели они на байки врум-рум-рум-рум-рум. И сели они на байки врум-рум-рум-рум. Тоня стреляла глазками и пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Потом шили ножками. Тап-тап-тап-тап-тап-тап. И ветер пел им. Убирайтесь, 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 убирайтесь отсюда быстрее. У нас сегодня был мега насыщенный день. И где мы только не были. Я вымоталась просто невероятно. День был сегодня действительно очень насыщенный. Мы походили по тропе Голицына и полетали на парашюте. И поплавали в море. Я даже не знаю, что мне больше понравилось. Спасибо большое, что ты меня сегодня вытащил. Прокатил по этим классным местам. Я надеюсь, что мы еще с тобой не раз увидимся и погоняем. Спасибо тебе большое. Вот и подошел к финалу этот выпуск. Тонько уставшая, но довольная. А все потому, что еще даже не представляет, что ждет ее в следующем выпуске. У нее закончится бензин. Так, я походу забыла заправиться. Ее очаровательный голос услышит весь Крым по радио. Ку-кули, пипл. Да в нее там вообще стрелять будут. С ума сойти. Уже не терпится посмотреть эту серию. Но пока, пока. Зайка на байке. Хе-хе-хе.